Милашки, всем привет! Вы на канале Qtun Channel. Сегодня я хочу с вами разобрать видео о пустых баночках, но я хочу сделать его не обычным путем, а немножко сокращенно. Мы будем считать, что написано на пустой баночке и сравнивать это с результатом. И поэтому будем судить о качестве данного продукта. Начну с масочки от фирмы Estelle, которую я вам показывала в видео о том, как я ухаживаю за своими волосами. Здесь написано, что это интенсивная маска. Эта маска должна глубоко восстановить и интенсивно питать волосы. По поводу глубокого восстановления я не скажу, что это правда, так как я особо ничего не заметила. По поводу интенсивного питания я скажу, что она работает 50 на 50. В общем, мне эта маска понравилась, но ее нужно использовать со всем комплексом, то есть шампунем и бальзамом. И тогда она даст хороший результат. Ей ставим четверочку. Следующий претендент на вылет это мицеллярная вода от Garnier чистая кожа. Что же заявляет нам производитель? Что эта мицеллярная вода очищает, удаляет макияж, матирует, не требует внимания без трения. Ходит для лица, глаз и губ. Без отдушек, для чувствительной комбинированной и жирной кожи. Начнем разбирать. Очищает. Естественно, эта же мицеллярная вода, она очищает. Удаляет макияж. Да, удаляет, но все равно после нее я умываюсь, потому что тушина удаляет не 100%. Матирует. Данного эффекта я не заметила. Просто смела макияж. И у меня, в принципе, манюон настоящее лицо, поэтому я не заметила никакого матирующего эффекта. Не требует смывания. Да, можно ее не смывать. То есть, с ней, в общем-то, комфортно на лице. И подходит для глаз и губ. Да, я смываю губы глаза. Она не горчит и хорошо справляется с тем, что снимает стойкую помаду с губ. В общем, вода мне нравится. Пользуюсь еще таким же флаконом, только розовым. Поставлю ее тоже в четверочек. Далее идет вот такая пустая баночка из-под геля для душа DAV. Я так понимаю, что это огурец. Здесь ничего по-нашему не написано. Написано, что это освежающий гель для душа и увлажняющий крем-гель. Скажу от себя то, что это обалденнейший гель. Мне очень нравится гель DAV. Он имеет приятный запах. Он действительно увлажняет кожу, так как это крем-гель. И его хватает надолго, потому что эта покупка очень экономичная. Я ставлю абсолютную пятерку этому средству и всем могу его посоветовать. Следующий кандидат это пенка для умывания Nature Matte. Я вам уже ее показывала в покупках и хвалила. Но я потом купила вторую покупку. И, как видите, даже не использовала ее до конца. Потому что она показалась мне в этот раз слабее. Но давайте не спешить, а проверим. Действительно, она выполняет все то, что написано на упаковке. Написано, что это очищающая пенка для умывания для всех типов кожи. Смывает макияж. Макияж она не смывает. Она очень легкая. И смыть весь кардинальный макияж она не сможет. Ей лучше пользоваться утром, когда вы проснулись и хотите смыть остатки ночного крема с лица. Что написано дальше? Нежная пенка дарит лицу чистоту и свежесть в течение всего дня. Ну, конечно же, это описали умные копирайтеры. Не дарит она ощущение чистоты и свежести на протяжении дня. Потому что вы на себя наносите много тонального крема. Имбирь устраняет жирный блеск. Я не заметила такого эффекта. Грейпфрут очищает и сужает поры. Не заметила эффекта. А сочетание компонентов делает кожу идеальной и красивой. Ну, что сказать. Конечно, маркетологи постарались на славу. Пенка, конечно, на четверочку с натяжечкой. Больше пока ее покупать не хочу. Потому что как-то вот она у меня второй раз не пошла. Можете попробовать как что-то новое, бюджетное. Но на постоянной основе я бы это не использовала. Следующая пустая баночка. Это мой абсолютный любимчик на данный момент. Это антиперспирант от DAV. Я испробовала уже много ароматов. И скажу, что практически вся линейка DAV вот в таких стиках очень приятно пахнет. Что написано здесь на этом стике? Что это у нас увлажняющий крем. Формула еще лучше стала якобы. Содержит 0% спирта, защищает 48 часов. Давайте разберем. Потому что это увлажняющий крем, да. Очень мягкая текстура. Очень приятно обволакивает места, где вы нанесете. И имеет приятный аромат. По поводу того, что защищает 48 часов, от чего непонятно. Так как от неприятного запаха защищать может максимум на 24 часа. Это проверено уже не раз. Два дня не проходите вы с одним намазыванием этого перспиранта. Единственное, что если вы просто намажете, будете два дня лежать в кровати. И то не факт. По поводу потоотделения. Ничего не защитит, потому что не работают эти штучки. По крайней мере на мне. Что не содержит спирта, это очень хорошо. Это правда. Потому что я иногда люблю после того, как в апреле подмышки, извините за такие подробности, пользоваться вот этими штуками и подмышки не щиплет, значит спирта здесь нет. И несмотря на то, что половина из того, что здесь написано неправда, я все равно люблю эти антиперспиранты, только потому что они очень классно пахнут. И мне хватает на день этого запаха, поэтому я ставлю четверку с большущим-большущим плюсом. Необычный экспонат моих пустых баночек, потому что он бывает редким. Это лак для волос от фирмы Прелесть. Написано, что это лак, который дает двойной объем с морскими минералами. Первое, что я хочу сказать, это запах. Он очень приятный. Он пахнет как шампунчик, какой-то такой детский, нежный шампунь. И это очень классно, потому что от него будут пахнут волосы. Что тут написано? Что он делает идеальную укладку 100% объему корней на 24 часа. У меня это сверхсильная фиксация пятерочка. Первое вранье, которое здесь написано, то, что здесь пятерочка сильная, суперсильная фиксация. Извините, но нифига подобного он не дает. Здесь максимум 2-3. Вот никак. Может, конечно, зависит все от волос. Если, конечно, нанести его плотным-плотным слоем, он, естественно, будет хорошо фиксироваться. Идеальная укладка 100% объем. Любой лак будет держать объем, если его нанести у корней и, наверное, начесать. А так это обычное средство для того, чтобы склеить и утихомирить волосы. По поводу 24 часов не знаю, но держится этот лак, пока вы не помойте. Это 100%. Несмотря на это, я люблю эти лаки, потому что они не сильно склеивают мои волосы. Поставлю троечку с плюсиком, с надеждой на четверку в будущем. О свойствах следующего продукта очень тяжело судить, потому что эта помада без никаких либо намеков на то, что здесь есть характеристики. Потому что это каталожная помада Avon. Называется она Rose Awakened. Что про нее сказать? На самом деле, помада очень клевая. Очень классный матовый оттенок. Именно вот этот оттенок Rose Awakened не очень стойкий. Его хватает максимум часа на 4. Но сама текстура помады очень приятная. Она на губах лежит к невидимым слою увлажнялки. Мне очень нравится. И несмотря на то, что она заявлена в каталоге как суперстойкая матовая помада, на самом деле этого нет. Я все равно поставлю пятерку, потому что я просто влюбилась в эти помады. У меня уже их несколько есть. И я не перестаю их любить. Тушь Vivienne Sabo. Это был мой эксперимент. Раньше я этого не использовала, такой туши. Тушь Cabaret. Я думаю, все уже... Я думаю, что все уже на ютубе использовали эту тушь. Кроме, конечно же, Наташи, которая только до нее отошла. Что хочу про нее сказать. Мне понравилось. Мне... Не знаю, что здесь... Должна увеличивать, удлинять. Здесь практически нет зубчиков на кисти. И для моих ресниц она оказалась бесполезной. Я ставлю двойку. Покупать больше не буду. Мне не понравилось. Консилер от Maybelline Fit Me. Мой абсолютный любимчик. Ему сходу ставлю пятерку за единственным минусом. Это то, что нужно четко подобрать оттенок. Если будет оттеночек хотя бы на одну единичку, больше или меньше от вашего, вам консилер уже не подойдет. Подводка Avon Mark, которая имеет скошенный гриф, как у маркера. Что предполагает его простое нанесение. Если честно, мне не понравилось. Неудобно наносится. Неудобный гриф. Постоянные какие-то кляксы. Неровные стрелки. Для того, чтобы рисовать на бумаге просто замечательная форма. Для того, чтобы рисовать на глазах форма не очень. Поэтому ставлю троечку. Выкидываю и больше от нее не возвращаюсь. Несмотря на то, что у меня в этот раз было мало пустых баночек, напишите, пожалуйста, как вам такой формат видео пустыр-банка. Чтобы не рассказывать 10 тысяч часов о том, какие это хорошие или нехорошие продукты. Просто пройтись по тому, что они должны делать. И сопоставить, делают они это или нет. Я жду ваших комментариев. А мы увидимся с вами уже в следующих видео. И там будет еще много интересного. Поэтому не отписывайте. Ставьте пальчик вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм, канал. И до скорой встречи. Всем пока.